За круглым столом обсуждают будущее Украины в союзе с Европой политики с мировым именем. В прошлом вице-президент Европейской комиссии Гюнтер Ферхойген и экс-министр финансов Австрии Михаил Шпинделегер. Соглашение об ассоциации они называют амбициозным, но вот сегодняшних реалий составители не учитывали, замечают участники круглого стола. Амбициозные и прогрессивные условия ассоциации были прописаны в 2011 году. А закончены в 2012 году. А вот приняты в 2014. Они не учитывали упадок экономики сегодня. Украина находится лишь в начале пути сближения с ЕС, говорят политики. Страна остро нуждается в реформах. Даже приблизительных сроков вступления в Евросоюз западные чиновники назвать не готовы. А вот безвизовый режим возможен, уверены в Австрии. Для этого нужно лишь выполнить ряд условий. Вы должны выполнить ряд условий, в особенности подготовить документы, паспорта, усовершенствовать систему пропуска. И должны исключить проникновение преступников в Европу и уменьшить преступность в Украине. Это в ваших и наших интересах. Я думаю, вы на верном пути. О внедрении украинским правительством реформ европейские эксперты говорить отказываются. А вот украинские оппозиционеры говорят охотно. Кабмин Яценюка внедрил положение Евроассоциации меньше, чем на треть, рассказал народный депутат Михаил Попиев. Да и получение безвизового режима блокируют украинские чиновники. Бездояльность кабинета министров под руководством Арсения Яценюка, бездояльность министра внутренних справ призвела до того, что Украина с каждым днем втрачает свои европейские перспективы. Более того, для того, чтобы стать частью зоны свободной торговли, украинской экономике нужно быть готовой конкурировать с экономикой Евросоюза, заметил Михаил Попиев. Между тем, в стране падает внутреннее производство и качество товаров не улучшается. В этих условиях Евроассоциация может полностью уничтожить промышленность.